В Новосибирске суд поставил точку в деле о незаконной перепланировке нежилого помещения в многоквартирном доме, где расположилось кафе. Арендаторы и владельцы заведения на свое усмотрение внесли изменения в конструкцию здания. В итоге суд обязал собственника вернуть все, как было. Подоконники металлические. Вот сюда здесь заметает снег. Вот здесь вот все полностью порядка 50 сантиметров, наверное, если даже может быть и больше. Снежная шапка по всем трем окнам. Это из-за вот этой вот веранды, да? Да, из-за этой веранды, вы посмотрите, вот маркиза здесь как бы ими сделана. То, о чем говорит жительница Новосибирска Алена Подзюбан, только маленькая часть тех проблем и неприятностей, которые доставляет ее матери, собственницы квартиры на втором этаже дома на улице Мичурина, кафе этажом ниже. Веранда деревянная, при попадании окурка может произойти пожар, уверена женщина. Арендаторы внизу убрали между полом и демонтировали потолок. На первом этаже, оголив деревянные перекрытия, значит, нарушена шумоизоляция. Также в квартиру теперь проникают посторонние запахи. Справиться с ними не помог даже дорогой ремонт. Но главное, владельцы кафе провели незаконную перепланировку. В результате увеличили нагрузку на несущие конструкции многоэтажки. Кроме того, в стене арендаторы сделали дверной проем, не укрепив его, а также просверлили отверстия под вентиляцию. При этом, как подчеркнули в ТСЖ, согласия собственников многоквартирного дома никто не получил. В 2018 году собственник Золотухин Евгений Владимирович сдал в аренду помещение, свое нежилое помещение. Значит, договор, который он предоставил мне копию, там было написано пункт о том, что он разрешает делать реконструкцию арендаторам. Против кафе жильцы ничего не имеют. Главное, чтобы все перепланировки соответствовали стандартам и не представляли угрозы жизни и имуществу граждан. Раньше здесь уже располагался магазин, и много лет назад арендаторы реконструкцию согласовали. Нынче бизнесмены эту процедуру не прошли. Мы от вас просили предоставить проект. Зачем я буду бегать перед вами? Давайте каждый житель дома сейчас будет у меня проект просить. Нет, простите, вот я являюсь председателем. Вы можете скакать как угодно, но я к вам лично подходила. Жильцы обращались в разные инстанции, но результата общения с госорганами не принесло. И МЧС, и Роспотребнадзор, и мэрия, все ведомства отвечали одинаково. Судитесь. Так жильцы и сделали. Разбирательство шло около года, провели экспертизу. В итоге суд вынес решение восстановить все нарушенные конструкции. Добровольно руководство данного кафе этим не занимается и делать этого не хочет. Ну и сейчас нами решается вопрос о том, чтобы все-таки исполнить решение суда через службу судебных приставов исполнителей. То есть, чтобы судебные приставы исполнители принудительно исполнили данное решение суда, которое обязало собственника своими силами за свой счет устранить вот эти вот негативные последствия. К слову о собственнике. Сейчас он занимает должность заместителя директора муниципального учреждения Центра зимних видов спорта. Когда-то играл за команду мастеров хоккейной Сибири. Резонный вопрос, почему муниципальный служащий и при этом управленец так халатно относятся к решению суда. И до сих пор не привел строителей в свое помещение. Дмитрий Белькевич, Борис Гладких, Новости ОТС.